Благолы мои, Муши Господи, Раду бедвание мое, Подмиг нас умоление моего, Царю мой и Боже мой, Я как Тебе помолюсь, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Как быстро возлюбленный течет время, Как будто бы мы только вчера молились И прославляли Сретение Господне, А уже скоро, скоро начнется и Великая Пост, Уже в марте мы будем уже читать канон Андрея Критского, И эти недели подготовительные к посту, И Мясопушная, и Машленица, и все это будут нам предлогом для того, Чтобы мы подготовили себя для великого штата. Поставочка штата. Вот это самое основное. Хорошо, что вы все знаете. Что же возлюбленные братья и сестры требует от нас Господь? Господь, когда возносился от нас на небо, Он, благословляя, сказал апостолам, Мир мой оставляю вам, Мир мой даю вам. Вы слышите? Чтобы мир мы хранили между собой. Почему узнают, что мы ученики Христовы, Если будем иметь мир между собой? А где нет мира, нет любви, нет и Христа. Почему Господь узнает, что вы мои ученики, Если будете иметь мир между собой? Посмотрим, что же нам предлагает Слово Божие, О каком мире, о какой жизни Мы должны позаботиться в этой земной юдоле. А вот, возлюбленные, о чем говорит нам Евангелист Матфей, Чтобы наши дела были не напоказ. Делали в тайне, Отец Небесный воздаст вам явно. То есть, добрые дела напоказ не делают. А помните, как Господь говорит, Что правая рука, чтобы не знала левая. То есть, мужа себе дает, Пусть он знает, что он дает, Жена что дает, Чтобы друг другу Не препятствовали делать добрые дела. Отец Твой, видящий тайное, Воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, 6 глава, 18 стих. Господь наш Иисус Христос В одной из первых глав Евангелия от Матфея Обращается к постящимися И говорит о том посте, Который угоден Богу. Да, Башка. Молодец. Слышите? Который угоден Богу. Не на показ. Помните, как мы и фарисей пришли молиться? Да, да. Все недели. Не будьте, как лицемеры. Не поститесь, как лицемеры. Не молитесь, как лицемеры. Не благодарите, как лицемеры. Все эти дела, делаемые во имя Божие, Люди свели на земли и стали делать только на виду у людей. Вы, наверное, помните, братья и сестры, лепту удовицы. Да, Башка. Много она отдала? Две лепты. Две лепты. Две лепты. Все, что было у нее в доме. То есть, дневное пропитание. А многие клали в сокровищницу. Но были ли они приняты, как удовицы? Нет. Это отдало последнее от избытка. Да. От избытка. Потому что сокровищница. Вы помните, как этот юноша, который даже исполнил все заповеди Божии, даже спросил, а чего еще я не докончал? И Господь дает ему совет. Да, Башка. Выполнил он совет. Нет, Башка. Отошел опечаленный, потому что имел стяжания много. Вы слышите, братья и сестры? Стяжания много. Вот отсюда и бывает печаль у людей. Как расстаться? Как расстаться с этим богатством? А вот Господь учит нас. Все делать добрые дела не на показ, а в тайне. И Господь, видишь, и тайное воздает явное. Посмотрим дальше. Как же нам устремить свой взор к Господу? Как нам лучше подойти к Господу? Как лучше нам жить в этой земной юдоле? К Отцу своему и Отцу видящему тайно хочет Господь собрать, устремить, приковать все взоры, чтобы познали его место наружного благочестия, твое незреченное общение с Отцом, который познается в тайне, в самой сокровенной глубине нелицемерной души. Отец твой в тайне. Он ответит тебе, откроется тебе в тайне. Он, видящий тайное, видит не только немощную твою молитву, внутренней, по с души твоей, но также греховной ее тайны. Проникая ко всей нечистой глубины души твоей, он не отвращается от тебя, человек бы отвернулся, а Бог нет. Напротив, день и ночь, простирает он руки свои к народу непокорному, говорит пророк Исаия, 65 глава, второй стих. Для того, чтобы призвать упорные сердца к себе и воздать ищущим сердцам всем общение с ним, которые вливают в них новую жизнь и устрояют из них жилища Божие. Вы слышите? Жилища какое? Божие. Вот. А кто это говорит? Помните? Апостол Павел и Песеном, вторая глава, 22 стих. Вот. Вот, возлюбленные, как надо жить, как нам надо молиться, как надо любить нам друг друга. Что же еще дополнить сегодня возлюбленные братья и сестры, чтобы мы жили все в мире в любви и согласии. Вот это самое основное, чтобы подготовить себя к дням Великого Поста. И мы услышим, что Господь открыл нам покаяние, покаяние от вересей и двери Жаснодавшей, утренней Дух Мой как храму святому твоему. Храм на сайте лесный, весь осквернен. Осквернен. Вот хорошо возлюбленный, что мы бросили, возненавидели грех. Хорошо. Тогда человек соединяется с Богом, когда возненавидит грех. Не лелеет, не печется о грехе, не развивает его, не проповедует другим, а возненавидел. И когда возненавидит свой грех, он устремляет уже взор к небу. На небо очень взирают к себе, Господи. Вот что главное, чтобы нам не стыдно было поднять свои очи к небу. А грехи препятствуют нам, оскверняют нас. Все, мы что слышали, как будто бы и добрые дела, а оказывается, они бывают нужны или не нужны. Не нужны, когда напокажут. Вот, поэтому все сделать надо с любовью перед Господом. И Господь не только благословит род наш и Россию, а благословит и долгодельствие, и все, что мы просим во имя Отца Небесного. Господь все пошлет нам. Есть ли, братья, в чем нам каяться? Покаемся. Да, есть, в чем каяться. Каемся и проснословим, и сквернословим. Здесь мне пришлось как-то посмотреть, что мальчишки в школе, оказывается, они вместо уроков занимаются плохими делами. Видите, как уже детская психика, бранные слова. И мальчик говорит, что он говорит хуйные, бранные слова. Хорошо это или плохо? Плохо. А я помните рассказывал, даже смешные какие-то. то бывало. Неграмотная мать запрещала дядя Коле, не надо, дети у меня. Даже может, и совсем мы не понимаем все это слово. Видите, как строго было воспитание. Неграмотные родители как могли воспитать, как могли наказать. А теперь попробуй накажи. Так быстро и родители знают психику. Они улыбаются, они чувствуют, что защита за них всегда есть. Потому что родители не хотят плохого. Вот дети не хотят учиться. Хорошо это или плохо? Учителя стараются, предлагают им что-то полезное. Они не хотят. Вот я радуюсь за тех детей, которые бывают в храме. Они учатся уже Слову Божию. Они учатся жизни духовной. Это великое дело. Я помню, что в детстве заложенное зерно, оно до конца жизни. Как бы человек не пал, но он будет помнить, что он должен стремиться что куда? К небу, к Отцу Небесному, к Господу нашему Иисусу Христу, при чистой Божьей Матери, к святым ангелам, архангелам, к святым человекам Божьим не сквернословить и не празднословить. А мы часто и осуждаем, и клевещем друг на друга. Хорошо это или плохо? Поэтому если когда что-то сделали праздное или кого осудили, кого осквернили может словом, кайтесь, братья. Кайтесь, братья. Ох, мир во лжи лежит. Мы слышим, сколько неправды, сколько грязи сейчас льется на наших людей, российских, что мы все виноваты перед всем, всем помогаем, и все виноваты. Господь, конечно, видит. Я рад, что мы все в тепли, не слышим взрывов, не слышим это, но все равно неприятно, когда чувствую, что думаю, Господи, люди молятся за мир, люди стремятся, чтобы все жили в мире в святости, и столько грязи льется бывает и на правителей наших, и на всех, и горе, горе тем людям, которые стремятся очернить других, а себя оберить. Ложь, поэтому ложь это великий грех. Осуждение и клевета. Старинная пошла лица говорит, клевета, если не обожжет человека, то обмарает. Поэтому старайтесь никогда не клеветать друг на друга. Читайте, если сказали плохо патрики, а сказать, а я еще хуже его, прости брат или сестра меня. Вот чтобы себе можно плохо сказать, а других не надо говорить плохо, потому что вы призваны на дела добрые, но не на плохие дела, чтобы посуждать. Господь судья нам, но не мы. Мы судить никого. Есть на том гражданские судьи, если человек плохое дело сделает, там уже есть и разные адвокаты, как еще там, прокуроры. рубачка. Вот, вот, да, да. Видите, как? А мы никого не должны жить, а помолиться, услышали, что, Господи, исправ его, человека, если он плохо ведет себя. Вскую шаташася языцы и люди поучишася честны, предсташа царей земсти и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа его.